Соня, тебя уже четыре месяца не было. Соня, у тебя 250 подписчиков уже. Соня, в новом видосе много интересных идей можно найти. Соня, ты сентября видос Акирии обещаешь, а сегодня уже 30 декабря? Да блин, Соня, у тебя совесть есть? Ладно, ладно, уговори, я сниму, я видео. Где-то здесь должна быть заставка, но я ленивая девчонка, поэтому её пока нет. Давай! Я думаю, что упоминания о стиле Сони были ещё в 2017 году, в сериях «Моя загадочная история», где Соня преследовала какое-то тайное общество. Когда Соня умолит Насте гипноз, Настя говорит, что слышала о тех людей. Возможно, у тебя есть способности, и они хотят это проверить, но сделать они это могут только в том месте, твой день рождения. Люди в том месте утверждали, что у Сони есть способности, потому что она видит их, и видит мистику, а вертенка напрямую связана с Кирой. Помните, в альтернативной реальности Соня не могла дозвониться Вере, у неё не было никаких магических вещей из-за того, что у неё не было Киры? Но сейчас не об этом. О серии упоминалась в сериях Соня Светенко и Карины, а также во второй серии с Арлекином. Отличая на вопрос Сони, почему с ней происходят все эти паранормальные зрения, Арлекин говорит, что у тебя самой есть сила, она очень большая. Это слово противно. Самая давно догадалась, что эти упоминания не просто так, и уже два года была уверена, что у Сони есть какая-то сила, а в этом году с появлением Киры мои догадки подтвердились. И теперь, наконец, о чем говорить о самой Кире, о том, как она появилась у Сони и почему. Изначально Кира была каким-то образом связана с Амалией, ведь изменив ход времени и оставив Амалию в живых, Соне лишилась суперсилы и также перестали работать все магические артефакты. И это настолько сильно повлияло на будущее, что к Соне пришла полиция времени, потребовав, чтобы она вернула всё обратно. Для этого Соне пришлось вернуть куклу Нобелли Амалии, чтобы та всё-таки умерла. Выходит, что наличие у Сони силы и работы магических артефактов напрямую связано со смертью Амалии от куклы Нобелли. Вспомним сумм Насти, где Амалия говорит ей, что слышит голоса так же, как Соня слышит голос Кира. О том, что и сама Настя слышит голоса, например, голос Амалии, можете посмотреть в моем видео «Что скрывает Настя?». Ссылку на видео я оставлю в описании. Мы продолжим разговор про Киру. Обе девочки, и Соня, и Амалия, слышали голоса, а также находились под влиянием куклы Аннабеи. Насколько вы помните, кукла Аннабеи служит Валак. И именно Валак служила и Соня, и Амалия их сны. Возможно ли, что Валак знала, что Кира находилась в Амалии и не хотела убить её с помощью куклы? Но Киру в какой-то момент успели запечатать в кулон и спасти. И когда этот кулон оказался у тети Нины, Кира переселилась в тело Сони. А когда Валак узнал это, то попыталась снова убить Киру в теле Сони с помощью куклы Аннабеи. И спас Соню только бабу. Мы знаем, что кулон с тезуритом маме Соне передала старуха. Но мы не можем было себе утверждать, что это Валак. Ведь она только слышала, что у Сони была сила, но не было точно в этом верно и не знала какая. Значит, там в лесу была не Валак, а кто-то другой. Эта старушка просила назвать Соню Кирой. Но почему? Простая прихоть? Вряд ли. Существование силы в кулоне она явно знала. Но возможно ли, что имя Киры не является настоящим и было связано с чем-то другим? Кира говорит Соне, можешь звать в этой Кире. Но она не говорит, что Кира это ее имя. Она не говорит, что Кира это ее настоящее имя. А значит, ее могут звать как-то иначе. Или она может вовсе не иметь имя. Поговорим о силе Киры. Ведь это очень сильный дух. Она смогла уничтожить или заточить куда-то Валак Дориуса. Без труда победила Билли. Но хорошо ли это? Кира уже смогла самостоятельно обретать контроль над телом Соне. А это может привести к непредвиденным последствиям. А еще. Лоб пытается завладеть Кирой. А его цели пока не известно. В многих подписчиков интересует, что будет, если Кира действительно окажется плохой, как предупреждала Кира, что ей нельзя доверять. То тогда будет спасать Соне только Баку. Но как он сможет сражаться с таким сильным духом, если он не сможет даже нанести ей дар? Если она будет в силе Соне. Он не сможет наградить Соне, атакуя Киру. Как будто ни было, если такая битва действительно будет, то она будет самой напряженной и крутой. Теперь немного о внешнем образе Киры. Вы замечали, что в полном ее образе, где она в оранжевом платье и с рыжими волосами, у Киры черные губы и от уголков губ к щекам проведены черные линии. Мне это напомнило узоры, которые на лице у Баку. А уж у плона Соне с душой Киры узора похожи на Баку еще больше. Вдруг Баку как-то связан с Кирой. Может, она его сестра? Ну, это уже из разряда сумасшедших теорий. Ну, и несколько маленьких теорий в завершении. Когда Карина измерила уровень магических сил у Сона Бискира, он был равен 12%. А это значит, что магические силы есть у Соне и Бискира. А это явно не останется незавеченным в будущем. Ведь получается, что Соня и Бискира будет способна на многое. Ну, я вспомнила, что, чтобы освободить Морфеуса из зеркала, нужно заменить его на какую-то другую душу. И, в принципе, если Киру девать будет некуда, можно освободить Морфеуса и посадить Киру в зеркало. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, о чем это такое. И, в принципе, если ждет вашего нового года, то верю вас в банк. А на этом пока. Субтитры сделал DimaTorzok